Амазонка, Перу Думаю, нам надо искать вулкан, серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано, иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, Дождик. Вернёмся к горе в облаках. В облаках. А как поймём, что это та гора? Интуиция. Что ещё остаётся? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно. Но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне более. Давай лучше вернёмся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и трините, лёгкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай. Держите, сейчас тряханёт. Да, тряханул лампу. Что ты делаешь? Я его выразила. Пилот-то хоть живой? Пилота вообще нет. О-о-о-о, ягуар. Плохо делом. Ну и куда нам идти? У нас доступно очко-навык, да? Замечательно. Домингес всего лишь начальник местного отряда тринити. Я и представить не могла, что он стоит во главе Верховного Совета. О, как. Большая шишка. Нужно найти лагеря. Нужно найти лагеря. Ну, понятно. Попробую найти лагерь. Но мне не нравится. А, это обезьяны. Блин, я думал, ты ягуар сидит там. Там тоже обезьяны, птицы. А, вот ты молодец, начала орать-то прям. Жди кису в гости. Так, это какие-то травы. Давайте, наверное, собирать. Потом пригодится. Да. Потом пригодится. Угу. Это для изготовления. А нам вообще сюда, да? Собираем по дороге все подряд. Прихвачу с собой. Во-во, правильно делаешь. Так, еще цветочки и еще древесинка. Эй! Кто-нибудь! Зря вот ты орешь, мать. Это что? Миробилис. Стебли, лепестки желтого цветка. Используются для занадобия концентрации. Хорошо. Ага, дошли. Где они? Надо их найти. Ну, мать, они вообще-то как-то отвалились. И она вообще чертова знает где. Ага, можно было так, можно было так, да? Забраться. Ну, окей. Я думал, может, что-то найдем полезное. Ну, кроме древесины и трав, здесь больше ничего нет. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Во-во-во-во-во-во. Так. Вот это мне не нравится. А яйца брать не будешь? Ух ты, как, мол, ты прыгаешь хорошо. До карабкасти ты уже. Обезьяны. Обезьяны, да, обезьяны. Ты прям как обезьяна. По деревьям скачешь. Так, я там вижу, по-моему, парашют. Или это лагерь? Не, это парашют или что-то непонятно. Какой-то лагерь, походу. Ты должен быть рядом. Эй! Леона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Так. Ножка-то нет. Это какая-то тушка. Так, это я заберу. Ну и что? Это у нас с вами первый лагерь. Бортовой журнал. Это бортовой журнал нашего самолёта. Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. В течение следующих трёх дней должно было быть жарко и сухо. Максимальная температура – около 30 градусов, возможен лёгкий дождь. Из других записей становится ясно. Мигель считал, что вероятность сильной бури ниже 50%, иначе бы он нас не повёз. Но в прогнозе не было никаких бурь, не говоря уже о сильных. Это всё из-за того, что мы с тобой трогаем не то, что надо. Так. Тут, во-первых, есть трава. Ну, собирай. Очень медленный отклик на кнопки. Серьёзно, очень медленный. Так. Это тайник? Нет, не тайник. А вот это уже что-то интересное. Носовой платок. На платке монограмма ПХВ. Должно быть, это Персиваль Харрисон Фоссетт. Кто такой? Я не знаю никаких Персивалей. По крайней мере, не помню. Давайте тогда сядем в лагерь, да прокачаемся. Посмотрим вообще, что можем тут сделать. Я даже не думала, что Боря будет такой сильной. Это всё моя вина. Надо было послушать Иону. Надо было всё продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал. И остальные деревни в порядке. Всё? Нужно остановить череду бедствий. Пока не поздно. Так. Смотрим. Здесь у нас что? Шаг гаоцина. Приглашение шума при прыжках и падениях. Но это у нас уже изучено. Что здесь? Скорость с крокодилом. Уличная скорость плавания. Здесь. Спокойствие пумы. Увеличение точности лука при удерживании полностью натянутой тетивы. У нас пока 4 навыка. Давайте смотреть, что у нас здесь доступно. Здесь. Компанию до определенного эпизода. Понятно. Лисий знак. Визуальная помощь при прицеливании в голову врага. Ускорение полного нажатия тетивы и сокращение времени между усиленными выстрелами. Целых 2 очка. Пока не вижу смысла. Мудрость совы. Подсветка объектов, связанных с испытаниями в режиме инстинкта выживания. Взор орла. Отображает артефакты, монолиты, сундуки с сокровищами, карты архивирусов и ранцы, географов в режиме инстинкта выживания. Но я не в режиме инстинкта выживания пока. Зрение и липа. Лара определяет точное положение сердца крупного животного в режиме инстинкта выживания. Получение возможности получить токсин и яд раздела пауков и жуков. Для раздела необходим самодельный нож. Вот ножа пока у нас нет с вами. Бесшумное убийство не поднимает тревоги. Вот это, кстати, полезная вещь. Прокачиваем вот эту веточку сначала. Дальше. Возможность их убить второго противника и совершить серию убийств. На этого требуется 2 очка. Здесь ловушка аспида делает из тел врагов ловушки приманки. Они привлекают и после активации убивают ближайших противников шрапнелью. Совершая бесшумное убийство, Лара автоматически забирает ресурсы у своих живств. Тоже, кстати, полезная вещь. Поэтому давайте сюда тоже вкачаемся. Что у нас здесь? Гнездо аспида. Величивает количество рукотворных ресурсов, добываемых из любых источников. У нас только... Кстати, у нас 2 очка, да? Величивает шанс найти редких животных. Что здесь? Изготавливает стрелы приманки. Стрела привлекает внимание врагов, а после активации убивает их облако медведого газа. Перекрывает линию обзора. Длительность задержки дыхания под водой. Сочетается с дыханием крокодила 2. Это сочетается. Может быть, пойдем пока по убийствам? Угу. Никогда не сорвайтесь с уступов. Уменьшение урона от падения с высоты. Чтобы полностью избежать урона, совершите ковырок в момент приземления. Ну, пока не знаю. Вот мне интересен вот этот вот момент. Давай, наверное, сюда пока и прокачаемся. 2 очка. Яразьмии. Совершив тихое убийство, нажмите F, чтобы убить еще одного противника. Хорошо. По навыкам пока все. Остальное у нас недоступно. Угу. Хорошо, идем дальше. Сюда упал обломок самолета. В этом грозе мое снаряжение. Надо его срезать. Ну, отлично. Давай срежем. Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Без инструмента этот ящик не открыть. Ясно, мать, я понял тебя. Так, подожди, я как-то это буду срезать, то есть у тебя нет ножика. Опять же. Пойдем сюда. Может, какая-то железка из обломков? Возможно. Глубоковато. Да ладно, скажешь, что надо нырять, да? Опять мурены. Давай-давай, жму-жму-жму. Фух. Так, опыт есть. Всплывай. Давай попробуем еще раз нырнуть. Может, там что-то полезное есть. Да, что-то полезное точно есть. Какие-то интересные травки. И здесь травка есть. Ага. И здесь что-то есть полезное. Фух, фух, фух. Так, ну... А, подожди, что-то еще есть полезное. Давай нырнем. Пособираем все, что можно будет собрать. Это же нам потом все пригодится. Так, ну я больше ничего не вижу. Поэтому всплываем. Перережем веревку. Ну и, скорее всего, наверное, пойдем за грузом, да? Фух ты. Ты меня так не пугай. Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Вот это интересно. Собрите запчасти, чтобы сделать нож. Ну да, попробуем собрать запчасти. Это я могу разломать? Да, могу. Пойдет в дело, но нужно больше. Так, подожди, мать. А мы же там собирали уже до этого запчасти, нет? Не хочешь? Ага. Травки. Да что ж ты так кричишь-то, ну? Как раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. Так, еще надо несколько. Ага, я вижу. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь. Подожди. Все, что надо. Тут смотри, сколько еще полезно, что есть. Вот. Шкура, сердце. Вообще все классно, молодец. Собираешься и реально все подряд. Умничка. Так, это тоже забирай. Давай сюда. Ну, возьми. Ну, ты прям реально обезьянка, да? Какая молодец. Перья. И еще собирай. Так, четыре из пяти собрали, да? Ага. Теперь давай сюда. Рядом гробница испытаний. Испытание пройдено-то по цветочкам, да, у нас? Хм. Так, ну у меня нет следоруба. Все понятно. Тогда что-то вернемся попозже. Сейчас туда вернемся в лагерь. Нам пока здесь больше, в принципе, делать нечего. Так, это тоже собирай. Надо частенько пользоваться вот этим вот зрением, потому что все полезно мы пропускать будем. Окей. Изготовление. Самодельный нож готов. Легенда, ресурсы. Нет, это не надо. Пока все. А, подожди, что-то еще доступно здесь у нас. Костюмы. Получено. А нельзя посмотреть. Не, мать. Не подходишь. Ну, вот это, кстати, тоже неплохо. Это все-таки как-то рванное, драное. Тоже так себе. Не, ну это не командосты у нас. Вот это мне нравится. Наверное, вот это вот оставлю я в снаряжении. Веревка. Угу. Окей. Все посмотрели. Костюмчик собрали. Достаточно острый. Не, ну если ты сейчас получишь снаряжение, зачем тебе тогда этот ножик? Или там не будет этого ножа? Вопрос, конечно, интересный. А, стоп. Подожди. Там у нас осталась стушка. Кровь, что ли, получается? И шкуру добываешь? Интересно, для чего все это надо будет нам. Их все равно что-то держит. Ну так я вижу, что держит. Еще одна веревка. Так, а мы как-то забирались с помощью Лиана. А, там еще вторая веревка. Угу. Да, теперь я заберу снаряжение. Так, еще очко опыта получили. Ага. Вот это уже интересненько. Это соберем. Это соберем. Ну и больше здесь ничего полезного нет. Ну почему я все вместе не упаковала? А что именно? Стрелы? Мисс Крофт? Кто-нибудь? Прием! Мигель! Ты где? Черт! Че, не работать, что ли? Найти Мигеля. Так, я понимаю, что Кью для важных приметов. Но у нас пока ничего нету для Кью. Так, травки еще. Так, подожди. Сначала-то давай сюда посмотрим. У нас тут есть, во-первых, дерево, а во-вторых... А, так подожди, у нас нет ледоруба. У нас только лук. Значит, пока эту загадку мы решить не сможем. К сожалению. А так бы и не нашел. Он же не подсвечивается. Дневник Джека. Я оставляю эту страницу здесь, чтобы развеять все тайны, если для меня это приключение станет таким же фатальным, как и для моей группы. Меня зовут Джек Фосетт. 20 апреля 1925 года я вышел из Куебы, Мату-Гроссу, с отцом Персивалем Харрисоном Фосеттом и моим лучшим другом Рейли Риммалем в поисках Зетт. В живых остался я один. Моего отца растерзали два свирепых ягуара, а Рейли погубила неосторожность. Я сам не в лучшей форме, но не собираюсь сдаваться. Мой отец полагал, что Зетт уже недалеко, и я тоже так считаю. Я пойду дальше на запад, в надежде, что не иду навстречу своей смерти. Так, здесь и не выбраться. Ага, понятно. Я думал, надо будет плыть. Красиво. Ягуар, что ли? Плохо все. Так, давай пока сюда. Что, идем по следу по кровавому? Мигель? Сколько лужи крови. Фу, жесть. Ягуар нашел новую добычу. Здрасте, киса. Какой крупный. Что делаем? А их тут два. Ага, никого не видно. Они хорошие хищники. Твою мать. Покиньте-ка территорию ягуаров. Хорошее задание. Хорошее задание. Можем мы отсюда... А, они отсюда пришли, кстати. Это не обезьян. Если обезьян сидят, значит, у них никого нет. Потому что обезьян тоже боятся ягуаров. Здесь надо поосторожнее. Не хотелось бы встречаться с сигуаром. Вот чёрт. Ага, конечно. Ладно, Май, давай быстрей. Сразитесь с сигуарами? Серьёзно? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так. У меня было лекарство. Получается. В пупу попал. В пупу попал. Ждём-ждём-ждём ягуара. Поклонение. Да что ж ты за зверь-то такой, блин? Не умирающий, блин. Три стрелы, блин, у него пустил. Две в морду причём. Потерял, потерял, потерял. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Куда чё надо везти? Стрелки или чё? Бей, бей. Ууу, жесть. Так, ну это один. Да не второй. Вот-вот-вот. Кровожадный пришёл. Самый главный. Ууу. вот так бы он еще его тащит это было очень страшно серьезно вот так вот в живую это было вообще там уже все в обосрались бы кошмар но главное мы справились главное мы справились что надо подлечиться ну давай подлечимся у нас с вами травок много так давай смотреть что тут есть полезное это что это какая-то тряпка еще травки тут очень много травок давайте что-то все пособираем потому что все нам пригодится еще какие-то тряпки так где еще травы так не все последние деревца и сваливаем нам сейчас вами дойти до какого-нибудь лагеря и все таки это был мигель это был не мигель вот часть обломков да то должен быть где-то иона искупаться не хочешь да я знаю я просто еще на всякий случай что полезная ткань допустим еще деревца так это какой-то жук таракан так мне получается что наверх надо скорее всего да ну ка нырни мать сюда так всякие травки это мы соберем ооо это какая-то пещера ну собирай то ранец географа содержит сведения о местонахождении гробниц сундуков и тайников выживания вот это интересно секреты найдены карта обновлена давайте посмотрим на карту так нам сюда это что у нас получается всякие секреты много чего кстати упустил да это гробницы тайники здесь недалеко кстати тайник в ту сторону окей не зря сплавали не зря так сюда сможешь забраться вряд ли здесь оп тайничок это наверное был тайник да ну ка посмотри да точно это был тайник хорошо с этим разобрались теперь давай наверх а стоп пока не наверх еще какие-то документы первое августа сегодня ночью мы не в силах заснуть джунгли сердится и луна нам не помощница я слышу как джунгли дышит у меня за спиной их рычание сотрясает даже землю на которой мы лежим по кроном деревьев струится энергия джунглей теперь в наших поисках мы пытаемся обрести покой и он приходит к нам в самое неподходящее время я заметил что отец дремлет на ходу едва не роняя трость у нас закончилась провизия мы питаемся практически только ягодами и пьем дождевую воду но мы оба слишком упрямы чтобы сдаться боюсь что именно это упрямство и привело нас сюда и возможно именно оно загонит нас в могилу до срока дам и это вас загнало ладно дорогие друзья давай тогда мы с вами на сегодня закончим и продолжим уже в следующей серии так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вступайте в группу вконтакте все ссылочки под видео с вами базар бабай спасибо за просмотр увидимся в следующих прохождениях всем пока спасибо за просмотр